И на что они способны? Да дай сюда. Вот, смотри, как надо. Вот, красишь траву. Вот так вот. Понял? Это ещё что такое? Здрасте. Господи, ты кого-то там принесло-то. Алексеич, какими судьбами? Проблема у нас, Григорьич. К нам в часть проверка приезжала. Так мы их ничего не платили. Это мы же с генералом решили всё потом заплатить. А в итоге настолько дел было, что мы вообще даже не заплатили. Сейчас вон ещё приедет, наверное, проверка. И приедут. Что делать? Выручай, Григорьич. Я предлагаю сделать по моему старому варианту. Но я уже 40 лет так делал, ко мне ни одна проверка не приехала. Где-нибудь поедь у себя во дворце, там просри все свои деньги. А потом возвращайся с ничем, и тебе ничего не попросят. У тебя же реально денег нет. Ну, с этим-то у нас проблем нет. У дворцов-то у нас много, это явно. Только вот второй раз нам не поверят. Мы же арендовали вот за два ляма недавно на неделю. Дом в Рублёвке. Так что им там сказать? Ничего страшного. Скажи мне, что ты на учение поехал. Вон, за дверью Витька стоит. Ты его возьми и скажи, что я разрешала на недельку. Он тебе там все документы поможет сделать. Если что сделать, там денег добавит. В общем, ты по этому вопросу так сильно не парься. Он тебе всё поможет. Он мне уже 40 лет помогал. Он с опытом уже. Спасибо большое, Григорьич. Я, если что, я сейчас вскочу. Всё, давайте. До свидания. Видите, а это самое. Мне сказал Григорьич, чтобы ты со мной поехал. Понимаешь, у нас там проблема такая. Значит, к нам в часть проверка приехала. А нам надо куда-нибудь свалить, чтобы денег не платить туда. А потом вернуться без денег. А ещё надо сказать, что учение. Да, конечно, я тебе вот могу тут сделать столько этих документов всяких. В общем, давай, хорошо, я тебе съезжу на недельку там в час. Вот. Ну, короче, всё, мы сейчас порешаем. Не парься. Значит так. Один штаба у нас с нами получила команда. Чтоб мы здесь сделали 20 призывников за сегодняшний день. И мне всё равно, что это большая задача. Вы должны её выполнить. Если не выполните, под трибунал. А в худшем случае, ну, сами понимаете. Короче, быстро работать. Так, военкомат, как обычно, днём обходит. Опа, Бобик. Ты ж там помог позавчера призывника себе забрать. Точно. Я помню, он же тут бежал как раз возле военкомата. Не обошёл же его ночью. Даже те, кто обойдут, наверное, всё равно под нашу руку попадут. Соседи ваши. Ой. Здравствуйте. Представляете, повесточка вам пришла. На, держите. И давайте бегом военкомат. Ты что-то орёшь, нормально скажи. Доброволец я. Что? Контракт. Ветёк. Слышал? Там призывник. Он куда-то сбегает от медкомиссии. Он сейчас из себя сумасшедшего строит. Ты аккуратнее, видите, а он что, собака, что ли? Здравствуйте. Как хорошо, что я попал на медкомиссию. Я не понимаю, на что он надеется. Мы даже психов из психбольницы на повестку брали. А он психом притворяется. На, держи, Годин. То есть вы меня даже проверять не будете смотреть? А что тебе проверять? У нас на медкомиссии принцип такой. Если притворяется, значит Годин. Если нет, значит нет. У нас на медкомиссию все притворяются. И ты в том числе. Ой, да поймёшь, у вас тут со своими принципами. Всё, спасибо, что подвезли. До свидания. Всего хорошего. Интересно, а с чего начать отдых? В бассейн или казино? Туз. Король. Товарищ генерал, разрешите доложить. Представители генштаба и генерал высший ждут нас на морских водных учениях. А ведь говорили мне, зачем ты в армию пошёл? Олигархом был бы был. Господи, всё веселье портят. Что ты стоишь? Карты собирай быстрее. Мы едем туда. Это хоть где? Учитывая то, что мы сейчас под Сочи, ехать нам примерно 10 часов до Крымской военной базы. А учения начинаются через 4 часа. Так, зови быстрее Михайловича, оформляй нам справку. Мы не успеем оттуда доехать, поэтому мы будем больны. А ещё успей, посмотри всем и скажи, что мы не придём на учения. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Вот, держите справку. То, значит, всё есть. Заключение медкомиссии. Папочка, то, что вы не будете на учениях из-за состояния по здоровью. Ну и, в общем, Алексеевича тоже мы всё сделали. И вообще всем, кто здесь находится. Ну, не всем. Ну, в общем, короче, мы там придумаем. Половину верхушки, а то есть 3 человека. Вы что-то подхватили у нас. Получается ОРВИ. Поэтому не придёте, а ещё у вас лихорадит и ломит спину. А остальные мы что-нибудь придумаем. Всё. Всё, Михайлович, спасибо, что выручил. Танисус Алексеевич, всё, я побежусь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok